МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа 12 новостей Республики. В студии Лилия Зуева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подготовку к следующей зиме в Южкорале начнут в конце мая. Период отключения горячей воды продлится с 27 мая до 8 июня. В МРИЛ сказали нет в проекту поднятия уровня Чебоксарской ГЭС. Жители деревень и поселков, попадающих в зону подтопления, категорически отказываются покидать родные места. Мишкорале начали выдавать путевки в детские сады. Мест хватит 2000 малышей, а вот остальные отправят ждать еще год. Суровый бой ведет ледовая дружина. Волжские хоккеисты пока сохраняют шанс на попадание в финал второй по значимости Лиги страны. Ясно, тепло и почти плюс 10 на солнце. Сегодняшний день наконец-то выдался по-настоящему апрельским. Однако ненасти и холод еще не отступают, предупреждают синоптики. В частности, по прогнозу, в четверг-пятницу стоит ждать небольшого понижения температуры и осадков в виде дождя с мокрым снегом. В целом, первая декада апреля в МРИЛ была примерно на 5-6 градусов ниже нормы, а количество осадков в 4-5 раз выше среди многолетних значений. Снежный покров нынче тоже намного выше обычного, а значит и вероятность более сильного половодия. Паводковая ситуация в столице республики находится под контролем, заверяют в управлении ГО и ЧС города. Подъем уровня воды на станции речного водозабора составляет 51 сантиметр. Это штатная ситуация. В Малой Кокшаге начала пробиваться вода по фарватеру. В мэрию уже поступили обращения жителей частного сектора о подтоплении домов талыми водами. Всего в зоне риска более 150 домов. Подготовку к следующей зиме в Вишкороле начнут в мае. С 27 мая по 8 июня в большинстве домов столицы республики отключат горячую воду. На этот период запланировано проведение испытаний теплосетей и ремонтно-профилактические работы. К работе в осенне-зимний период городские теплосети должны быть подготовлены уже к середине августа. В МРИЭЛ завершились повторные общественные слушания по вопросу поднятия уровня Чебоксарской ГЭС. Собрания проходили в 9 населенных пунктах Горномарийского, Юринского и Килимарского районов. По предварительной информации, жители всех населенных пунктов, так же как и летом прошлого года, выразили категорическое несогласие с планами энергетиков. Последний пункт общественных слушаний село Арда Килимарского района. До Волги здесь рукой подать. И в свое время именно здешние места, шесть населенных пунктов и сотни гектаров заливных лугов ушли под воду навсегда. Жители, конечно, переселили, но для некоторых переезд стал роковым. В 80-й год стал последним в истории нескольких населенных пунктов Килимарского района. Не стало села Атары. Исчез поселок Дубовский. Ушли в воду. Пристань Дубовая, Карачурина, Заячья, Орехов-Яр. При переселении из зоны затопления жителям ликвидированных поселков, сел и деревей сулили огромные блага. Не жалея слов, расписывали преимущества проживания в новых местах. Но часть планов так и осталась на бумаге. Выслушивать точку зрения жителей республики в общественных слушаниях отрядили представители организации, готовящей комплексный проект вывода ГЭС на работу при 68-й отметке. По его словам, сейчас в смету затрат на переселение после предполагаемого затопления включены 155 жилых домов, расположенных на территории Мариэл. Нуждаться в переселении будет целый сельский населенный пункт или большой многоквартирный дом – 372 семьи. В настоящий момент в проекте подготовлена смета, проект сметы, согласно которой на переселение одного дома закладывается 4 миллиона 200 тысяч рублей. Это, прежде всего, конечно, строительство самого дома, это затраты на переселение, ну и на первичную социальную адаптацию тех людей, которые будут переселены. Впрочем, бумажная теория не находит подтверждения в реальности. Уже на территории ардинского сельского поселения становится очевидно – переселенцев должно быть больше. Вот деревня Алешкина расположена в зоне потенциального подтопления, если речка Арда выйдет из берегов. И сейчас-то Алешкина недоступна для транспорта. Как там все развезло, в случае поднятия уровня ГЭС кажется, что затопит всю деревню. По мнению же проектировщиков, лишь 17 домов. Вопросы проблем и вероятных потерь – самые больные. Судя по расчетам, получается, на туристическом бизнесе в этих местах можно ставить крест. Расположенный в том же Алешкино туристический комплекс «Раздолье» со стопроцентной вероятностью будет затоплен. Вложившая в дело жизни деньги, что важнее душу, хозяйка «Раздолье» переживает о глобальной и грозящей беде и предлагает создать местную инициативную группу противников дальнейшего затопления. Деревня Синюшкина расположена ближе к Волге, чем подтопляемая Алешкина. Судьба ее в случае подъема уровня ГЭС, впрочем, такая же незавидная. Дело в том, что едва и не в самой нижней точке крутого берега, возвышающегося над поверхностью Волги метров на 20-30, расположен один из двух биоопасных объектов – скотомогильник. Уже и сейчас угроза его затопления возникает каждую весну. А что с ним следует сделать, когда затопление станет реальностью? Ответа никто пока не дает. Староста деревни Елизавета Кириллова шутит. Уехала в свое время из Удмуртии, где строился химкомбинат. А экологические проблемы и на родине преследуют ее. О том, что будет, когда решение примут, она старается не размышлять. Общественным же слушанием придает важное значение. Все равно сейчас классность, все равно что-то зависит. Наши слова тоже что-то сдаст. Может, это выиграем. Может, как бы сказать, не сейчас будут затапливать, а может прекратят. Это тоже ведь надвое. Но людей тут будут слушать все равно, мне кажется. Послушают. Во время слушаний, посвященных изучению общественного мнения, неоднократно звучала мысль, насколько уникальна для жителей Мариел нынешняя ситуация. В кои-то веки с ними советуются, перед тем, как начать какое-то крупное дело. Только вот жители Мариел, кажется, восприняли смысл общественных слушаний несколько по-иному. Для нашей республики эта трибуна, позволяющая заявить о несогласии с позицией энергетиков. Может быть, поэтому они не выторговывают, компенсации приходили, а пытались сообщить о том, насколько более бедственным будет их положение при самом пессимистичном сценарии. То есть, когда уровень ГЭС решат поднять до 68-й отметки. Рост объемов производства с начала года в семь раз. И впечатляющие планы на будущее. На базе бывшего ишкаролинского завода «Лесмаш» набирает обороты новое предприятие. Теперь здесь делают двери, которые уже продаются и в Мариел, и во многих регионах России. Серьезные темпы развития обеспечиваются за счет высокого уровня инвестиций, основная часть которых идет на закупку современного оборудования. ООО «Фурор» в прошлом году закупило на развитие производства оборудование по металлообработке. Это координатно-просечные станки, гибочники, ленточки, сварочные аппараты, что позволило не только наладить производство данной продукции в виде металлических дверей, но и увеличить производство. Также был решен вопрос по приобретению оборудования на панельный участок, вот где мы сейчас находимся. Это панельный участок, полностью куплено оборудование от распиловки, вакуумное оборудование, фрезера, которые позволяют выпускать продукцию уже по панели, которые вставляются в двери. Таким образом, на заводе был создан полный производственный цикл, закупается только сырьем. Достичь высоких результатов удалось в том числе и за счет поддержки, которую оказывает предприятие у правительства республики, в частности, компенсируя процентные ставки за приобретенные станки и технику. Корпуса, в которых мы сегодня находимся, это бывшие корпуса известного республики завода «Лесмаша», лесного машиностроения, который выпускал лесоповалочные машины. Завод этот приказал долго жить, инвестор выкупил помещение, фактически поменяли и все. Новая инженерика, заменили полы, крышу отремонтировали, сети провели, закупили оборудование, обучили рабочих. Сегодня это перспективное предприятие. Сегодня работает около 170 человек, еще, к сожалению, не очень большая зарплата, 12 тысяч, но в планах инвестора к лету поднять зарплату до 20 тысяч, среднюю зарплату, потому что специалисты получают гораздо больше. Добиться высоких объемов рентабельности и высоких объемов производства. Правительство этот проект, скажем так, мониторит, мы оказываем реальную поддержку, в случае, если будет приобретено оборудование, как мы спланировали, мы окажем поддержку в виде компенсации процентных ставок на приметенное оборудование. Перспектива хорошего предприятия. Самое главное, чтобы побольше было таких предприятий в республике. В планах руководства завода «Фурор» реконструкция еще одного цеха, гальванического, и приобретение дополнительного оборудования, что позволит создать дополнительно более 40 рабочих мест и увеличить объемы производства еще на 53%. А это, в свою очередь, отразится и на поступления в бюджет. Сумма уплаченных за 2013 год налогов, по прогнозам, вырастет на 800 тысяч рублей. В городском управлении образования начали выдавать путевки в детские сады. Двум тысячам родителей, можно сказать, повезло. Их дети пойдут в детский сад уже в этом году. А вот остальных, скорее всего, отправят ждать еще год. Какова ситуация с детскими садами нынче? Кто может претендовать на заветную путевку в этом году? Анжеле Цветковой, можно сказать, повезло. В очереди она сегодня одна из первых. Пока все места не разобрали, можно выбрать детский сад по желанию. Тот, что поближе к дому или к работе, или который порекомендовали знакомые. Вот основные критерии выбора. Мы попали в садик номер 12, как считаю его приоритетным, по программе. Именно туда именно шла, в этот садик, поэтому целый год пропустила очередь свою, льготную. Правда, такие, как Анжела, готовые по собственному желанию пропустить очередь, исключение. Детские сады до сих пор в большом дефиците. Комиссия по выдаче путевок, которая начала работу в начале апреля, будет принимать молодых родителей аж до июля. В этом году планируют обеспечить путевками порядка 2,5 тысяч малышей. Основная часть – это дети, которым в сентябре исполнится полных три года. На оставшиеся места могут претендовать двухлетки. Очередь сдвинулась. И с 2014 года очередь передвинулась на этот, на текущий год. На сайте управления образования вывешен график работы комиссии. Поэтому, пожалуйста, родители уважаемые, посмотрите на свои уведомления. Еще раз вспомните, когда вам назначена комиссия. И если она у вас на 2014 год, мы ждем вас в этом году. Путевки в городском управлении образования выдаются по средам и пятницам с двух дня до пяти часов вечера. Впрочем, сама процедура выдачи путевки занимает не более пяти минут. Главное – предоставить необходимые документы. Паспорт родителей, уведомление, копию свидетельства о рождении ребенка. Льготники к этим документам должны приложить справку с места работы и удостоверение личности. Теперь у всех родителей есть свой порядковый номер. Путевки выдаются строго по очереди. В день работы комиссии с 8 утра на первом этаже управления образования, около кабинета 111, вывешиваются списки тех детей, которым сегодня будут выписываться путевки. Каждый ребенок стоит под определенным номером. То есть это не хаотичная очередь, а сформированная согласно спискам, согласно очереди. В городском управлении образования говорят, очередь в этом году значительно сдвинулась. Все это благодаря тому, что сейчас уже заработали новые детские сады. Изюминка на ЛАЗО-18, Веснушка на Петрово-3А, а также две дополнительные группы. В детском саду Василек на Баумана-12Б. Всю необходимую информацию по комплектованию детских садов любой желающий может узнать на сайте управления образования. Впрочем, в ближайшем будущем очередь снова может уменьшиться. Здание, ранее занимаемое президентской школой-интернат для одаренных детей по адресу Советская-20А, будет перепрофилировано в детский сад. О том, кто в первую очередь сможет рассчитывать на места в новом дошкольном образовательном учреждении, смотрите в ближайших выпусках новостей на телеканале Регион-12. Сезон ОРВИ завершен. По данным Роспотребнадзора Республики, заболеваемость ниже порогового уровня на 8,5%. По предложению главного санитарного врача Республики Светланы Булатовой, в Мариэл отменены ограничительные мероприятия по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как убежать от высокого давления, об этом далее в нашем сюжете. О повышенном давлении, гипертонии Римма Пальцева никогда не знала. В 39 лет записалась в кружок любителей бега. Так началась ее спортивная карьера. Теперь уже мастер спорта России Римма Алексеевна ежедневно бегает на расстояние до 50 километров. У меня мама была полная, такая же маленькая ростом, и у нее часто валили ноги. И думаю, я же тоже такая же буду, как мама. Думаю, между прочим, я в те годы стала вес набирать, 39-то лет. И думаю, нет, нельзя так распустить себя. Как говорят врачи, гиподинамия или малоподвижный образ жизни – бич 21 века. После следует ожирение и как итог нарушение работы сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Человек среднего возраста должен их, ну хотя бы 4-5 раз в неделю, 4-5 раз в неделю. Это просто может быть ходьба в среднем темпе со скоростью 5 километров или в быстром 6 километров в час. И вот эта ходьба – это один из самых полезных видов физкультуры. В год в России от сердечно-сосудистой патологии умирают более миллиона человек. Из них 100 тысяч только трудоспособного населения. В Морилы с года в год около тысячи человек переносят инфаркт и более 2000 инсульт. Причем за прошлый год в республике было выявлено больше заболеваний сердечно-сосудистой системы, чем годами ранее. Возможности диагностики и лечения стали доступнее. Открытие сосудистых центров в Волжске и Шкарале позволили на месте лечить острые нарушения мозгового кровообращения и инфаркты. Надеясь на медицину, все же не стоит затягивать. Первичная диагностика уже стала хорошей альтернативой узнать за максимально короткий период основное о своем здоровье. Как работает сердце, легкие, в каком состоянии опорно-двигательная система и кровь. Из-за точности этой информации мы несем ответственность. Без разговоров. Если мы говорим, что у вас есть изменения, значит они есть. Если мы говорим, что на сегодняшний день у вас нет проблем, значит у вас их нет. И мы за это отвечаем. Так что тут все серьезно. Только в прошлом году услугами Шкаралинского центра воспользовались более 4000 человек. В основном приходят женщины. Исходя из общей картины, здоровыми оказываются только 30% от общего количества пациентов. Столько же свое здоровье могут поправить, если будут соблюдать рекомендации врача. Каждый третий имеет гипертонию. Человек, потребляющий много соли, который даже не попробовав пищу досаливает, это или уже гипертоник, или обязательно потенциальный гипертоник. Второе – избыточный вес. Избыточный вес – это вообще эпидемия нашего общества, потому что пищи достаточно, в лесу за ней гоняться не надо, никого убивать не надо, пошел купил, кушаем жирное, избыточное, сладкое. Молодежи с избыточным весом очень много. Так вот, оказывается, что один килограмм веса избыточный, он стимулирует две единицы давления. То есть человек с избыточным весом может, снизив вес, избавиться от гипертонии в какой-то степени или очень смягчить ее течение. Врачи утверждают, чтобы снизить количество гипертоников, надо повышать образованность и уровень жизни людей. Самые запущенные больные поступают из сельской местности. Да и медицину укреплять ни один центр здоровья не будет полезен, пока общая поликлиническая сеть хромает. Малокардиологов, да и врачей общей практики. Римма Алексеевна на состояние медицины не жалуется, да и к врачам ходит только на медосмотры. Сейчас готовится к чемпионату, который в мае пройдет в Голландии. Единственное, что печалит спортсменку, особенно весеннюю распутицу, состояние дорог. Пройти-то не везде можно, не то, чтобы пробежать. Но, несмотря на сложности, заверяет. Главное во всем соблюдать систему, несмотря на сложившиеся условия. Тогда не только давление, здоровье, но и молодость вернется. Спорт – это жизнь, это движение. Что вы, это вообще не стой. Вообще, без спорта я даже сейчас не могу, не представляю, как жить. Борьба за Кубок Братины продолжается. Волжские хоккеисты, проигрывая в полуфинальной серии со счетом 0-3, в четвертом матче смогли одержать победу. Таким образом, сохранив призрачный шанс на попадание в финал второй по значимости Лиги страны. Итак, полуфинальное противостояние ВХЛ между Ариадой, Экпарс и Сырой Аркой из Караганды переехало в Волск. Напомню, что после стартовых игр на поляне соперника наши парни уступали в счете 0-2. Как ни крути, четвертьфинальные баталии с Тюменским Рубином слишком вымотали Волску и Дружгину. Подустала команда, как бы у нас видно. Как-то не сложилось в поездке. Сначала первая игра была, в принципе, наша. Мы ее проиграли незаслуженно. Если бы выиграли первую там, кто знает, мы сейчас, может быть, еще и увели бы в серию уже. Итак, матч третий в серии и стартовые дома. Забегая вперед, скажу, что Ариада Акпарс уступилась со счетом 0-2. Впрочем, такой результат не отражает полной картины происходящего на льду. Да, нет смысла спорить, что команда из Караганды – классная команда, которая не затеряется даже в КХЛ. Нашим ребятам стоило больших усилий начинать атаки, проходить среднюю зону, закрепляться у ворот противника. Но не зря говорят, что дисциплина бьет класс. И в плане дисциплины волжане в целом сыграли хорошо. Лишь один раз позволив зажечь красный свет за воротами вратаря Ариады Юрия Ключникова. Не раз волжане были близки к тому, чтобы поразить ворота соперника. Контраатаковали в меньшинстве. Но кипер Карагандинцев был непробиваем. Отразил он и буллит назначенного его ворота. На последней минуте Ильнур Гизатуллин меняет Ключникова на шестого полевого игрока. Но и это не помогло. Напротив, хоккеисты Сарыарки поражают пустые ворота Ариады Акпарс. В итоге 2-0 в пользу казахстанской команды. Счет в серии до четырех побед – 3-0 в пользу Сарыарки. А это уже четвертый матч. Второй дома, в котором Ариада переиграла Сарыарку. Ибо по-другому было никак. У волжан больше нет права на ошибку. Чтобы продолжить чемпионат, остается только выигрывать и выигрывать. Возможно, этот фактор стал решающим. И, хочется верить, еще не раз сыграет. Команда в этом матче преобразилась. Конечно, не кардинально. Несколько поменялся состав. В рамку встала молодой Андрей Литвинов. Да, по-прежнему огня в глазах не было. Но играли наши по-другому, нежели накануне. Как говорится, свой хоккей. Основное время закончилось со счетом 2-2. Овертайм продлился недолго. На 48-й секунде Владимир Шепелев приносит победу нашей команде, тем самым продлевая серию как минимум на трое суток. Свежести не хватало. И эмоции после рубина тяжело было найти. Сейчас немножко пришли в себя, стали играть попроще. И сегодня удалось выиграть. Будем стараться вернуть серию в Волжск. Тем интереснее. Посмотрим дальше, на что мы способны. Ну, а в Волжск я поздравляю с победой. Они заслуженно победили. Ждем гостей их. Так, серия продолжается. Сегодня ребята выходили, как на последний бой. Понимали, что в отпуск идти никому не уходит так рано. Поэтому им благодарен, что они проиграли сухую. Счет в серии 3-1 в пользу Сарой Арки. Команды переезжают в Караганду, где во вторник состоится шестой матч. Верим, что в Волжск вернутся обе команды. И серия, да и плей-офф для Ариады будут продолжены. За всю свою жизнь человек принимает тысячи важных решений. И одно из них – какую профессию выбрать и на кого пойти учиться. Критериев выбора несколько. Во-первых, это востребованность на рынке труда. Во-вторых, достойная заработная плата. В-третьих, и, наверное, самое важное, чтобы работа приносила не только материальное, но и моральное удовлетворение. И одна из таких профессий – юрист. Действительно, несмотря на разговоры о том, что сегодня столько юристов, что они не могут найти работу, трудоустраиваемость выпускников учебных заведений Мариэл – почти 100%. Юристы востребованы в правоохранительных органах, судах, прокуратуре, государственных органах власти, коммерческих организациях. Проблем с трудоустройством у наших выпускников, я думаю, никогда не возникает. Перед ними распахиваются двери как государственных органов, так и коммерческих организаций. В принципе, выпускник юридического факультета – это всегда желательная фигура во всех трудовых организациях нашего города. Выпускники юридического факультета востребованы не только на госслужбе, но и в бизнесе. Я бы даже сказал, что востребованность наших студентов, она распространяется за пределы нашей республики, как раз в выпуске наших годов – 2005, 2006, 2004. Я знаю о том, что бывшие выпускники юридического факультета хорошо себя уже реализовали и в Москве, в столице нашей Родины. Мало того, в последнее время как в республике, так и в целом по России наблюдается нехватка квалифицированных кадров на государственной и муниципальной службах. Как следствие, в учебных заведениях открываются новые направления подготовки будущих госслужащих. Кадровый потенциал в системе государственного и муниципального управления, он сегодня тоже востребован. Примерно 10% от всего кадрового потенциала служащих в республике, они постоянно обновляются. Это порядка 150-180 человек ежегодно, которые нужны и необходимы в системе управления и в государственных органах власти нашей республики, и в системе муниципального управления. Понятное дело, что теория – это хорошо, но современное, качественное образование – это практическая подготовка будущих специалистов. Студенты, будущие юристы проходят практику в правоохранительных органах, министерствах и ведомствах, судах Мариел. В настоящее время я работаю с заместителем председателя арбитражного суда республики Мариел. Между тем, так сложилось, что я не утратил связь с родным факультетом. Я преподаю на кафедре гражданского права и процесса. Преподавательская деятельность позволяет осуществлять обратную связь между юридическим факультетом и арбитражным судом. Студенты юридического факультета регулярно проходят практику в стенах нашего суда и пополняют кадровый потенциал нашего суда за счет выпускников юридического факультета. Студенты-старшекурсники, будущие юристы уже до окончания учебы могут попробовать все прелести работы на себе. Вот уже несколько лет работает бесплатная юридическая клиника. Там студенты в самых что ни на есть боевых условиях могут оттачивать свое мастерство. И с получением диплома могут внести свой актив не только подготовку в теории, но и практические навыки. За 16 лет работы клиники студентами юрфака оказана безвозмездная правовая помощь свыше 30 тысячам жителей Мариел. В этом году наш фестиваль самодеятельного творчества посвящен универсиаде 2013. А это очередная студенческая весна. Студенты-юристы, собственно, как и их коллеги из других факультетов, живут не только учебным процессом от сессии до сессии. Для меня юридический факультет стал огромной платформой, где я смогла не только проявить себя как студентка, как учащийся и как человек, занимающийся наукой, но также проявить себя творческие свои таланты. У нас проходит большое количество мероприятий. Все студенты могут себя проявить в различных сферах. Они могут выступать на сцене в различных творческих постановках, они участвуют в здании собственной газеты, ходят по школам в качестве волонтеров, сдают кровь в качестве донора и занимаются очень большой активной творческой жизнью. Юридический факультет Маргу в этом году отмечает свое 20-летие. Подготовка осуществляется по двум направлениям – юриспруденция, а также государственное и муниципальное управление. Занятия ведут 13 докторов наук, более 50 кандидатов наук – действующие судьи. 15 преподавателей факультета удостоены почетных званий «Заслуженный юрист Республики Мориэл» и «Заслуженный юрист Российской Федерации». Основная наша задача – это расширить подготовку юристов и сделать подготовку юристов более доступной для жителей Республики Мориэл. С этой целью в этом году запускается программа поддержки талантов Республики Мориэл. И мы утверждаем, что дети, которые хотят учиться на юриспруденцию, которые, выпускники, которые хорошо сдали ЕГЭ, и на государственный экзамен, и просто хотят учиться хорошо и будут учиться, они будут учиться бесплатно. Всю информацию о факультете, условиях приема можно найти на официальном сайте юридического факультета и странице во Вконтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова